как поедет в том направлении и может быть их возьмет, вот. И когда теперь они при помощи сервиса могут порастраивать свои транспортные пути, сидя дома и зная прекрасно, куда, когда едет какой человек, существующий в этой системе. Вот, и это оптимизирует затраты всех, потому что человеку не приходится гонять поражняком в одиночку на машине, тратить бензин и так далее. То есть просто как бы даются знания, а знания, естественно, умножающие эффект. То есть, а вот этот сервис, он как бы потом будет полезен гораздо больше, чем тот же там BlaBlaCar и так далее. Во-первых, сейчас он нужен для производства. К примеру, сейчас общались с человеком, у которого 7000 гектар земли, ну типа у компаний, в которых он работает. Вот, на этих 7000 гектар, ну рядом с ними, существует там несколько колхозов с несколькими тысячами людьми, людей. Вот. И вот у него банальная проблема. Ему хочется создавать, чтобы люди создавали производство, чтобы его земля дорожала, и он готов там всю свою землю отдать для того, чтобы продать какую-то ее часть в хорошей стоимости. То есть передать использование там тем же людям или так далее. Просто, грубо говоря, чтобы его затраты отбилить. Вот. А люди ничего не могут делать. Они не знают ни как организовывать производство, ни для чего эти производства нужны будут кому-то, а из чего строить эти производственные комплексы, какие технологии там применяются. Ничего этого они не знают. А в этой системе будут доступны все знания, все примеры. То есть, грубо говоря, щелкаешь на карту, смотришь, что у тебя рядом есть. Щелкаешь производство, что бы ты хотел производить. Тебе выдает перечень того, что потребляет, допустим, твой продукт. Перечень того, что тебе требуется. Создаешь цепочечку. Вот. Туда присоединяются люди, как в социальной сети, конструктора. А, ну да, это будет большой конструктор. То есть, там любой ребенок может перетаскивать там трактор на диаграмму ГАНТа, выставлять значки там в любой последовательности. Вот. Рисовать значки и так далее. Ну, и в общем, вот. То есть, людям выдается вообще все необходимое. То есть, на этих 8 тысяч гектар, ну, это сколько? По-моему, тысяча гектар от квадратных километров. Ну, короче, 8 квадратных километров. На них можно, блин, построить государство целое. Я не знаю. То есть, на одном квадратном километре можно построить комплекс всей почти производственных цепочек, которые будут что-то, конечно, покупать извне. Допустим, там всякие минералы, там, или редкие ископаемые. Ну, в принципе, он все будет сам воспроизводить. А у нас, как бы, огромные заросли, там, тысячи, миллионы километров деревьев. Блин, короче, ничего там нету, в общем, их люди нету, ничего не производится. А даже в Москве, там, 10 километров от Москвы, уже смотришь, там вообще ничего не производится. И у людей ни знаний нету, ни опыта, ни возможностей, ни ресурсов. Ну, короче, мы получаем все, что можно получить от этой невежественной ситуации. То есть, все думают, что у нас так, ничего не развивается. Ну, как бы, ничего не будет развиваться, пока не будет предпосылок. А эта система создает предпосылки к планетарному масштабу. Да, ну, в общем, вот. Еще вопросы. Коль, если есть вопросы, пиши в чат. Ну, еще есть, может быть, идея. А, или вопрос появился. Ну, я просто стараюсь понять получше систему. Допустим, подставим юзкейс такой, да, всеобразный. Я, например, тракторист, да, у меня есть трактор. Вот сейчас речь идет, как я понял, больше о такой сельской местности, да, то есть ресурсы представлены некой... Нет, это пример всего лишь, имеется в виду вообще все ресурсы, вообще всей планеты. Да, просто на тракторах и так далее будет удобно испытывать, потому что сейчас есть на это заявка, как бы, и, скорее всего, мы сможем помогать этой области, использовать поселение проекта Ленера с показательными центром на этой почве. Поэтому такой пример и разбирать. Ну, или для фобловов это может быть интересно, чтобы учитывать каждую деталь и каждый способ произвести что-нибудь, даже в образовательных целях или в целях тому, чтобы одному человеку объяснить, как что сделать, то есть инструкцию показать графически. То есть это средство коммуникации, прежде всего, дополнительное, которое все еще будет стимулировать структуризацию информации. То есть активные элементы этой системы, это люди, которые приходят, строят цепочку, правильно? И другие люди, которые потом присоединяются и оживляют, скажем так, эту цепочку, производственную, я имею в виду. Ну, да, назначивают свои ресурсы, я считаю. То есть один человек приходит, говорит, окей, я сейчас построил логическую, значит, вот эту производственную цепочку, другие видят эту цепочку и, имея у себя там за спиной некие ресурсы, присоединяются к этой цепочке. Например, так, если они хотят получить то, что получится в итоге этой производственной цепочке. То есть не каждая производственная цепочка будет еще и популярна, потому что не все те конечные цели, которые есть в производственных цепочках, будут всем нужны. То есть, по сути, это очень похоже на патенты или на открытый исходный код в программном обеспечении. Цель этой штуки – сделать открытый репозиторий, скажем так, живых патентов, не просто какой-то там бумажки с данной куда-то, чтобы подтвердить свои права, а то, что можно графически сразу же включить в работу. То есть, преобразовать из какого-то информационного ресурса в непосредственное действие. То есть, тут же начать это производство по вот именно этой схеме. Или трансформировать эту схему и сделать другое производство, чтобы это все было очень быстро и был живой этот процесс. Чтобы... Регистрируют в софт-системе, входит в цепи производства оборудованными, находит там 3D-принтер, говорит, что у меня есть новый способ производства 3D-принтера. И, грубо говоря, составляет цепочку, то есть, нам нужны какие-то и такие-то детали. Это все может делать там либо один, либо группа людей. по работе, ну, и, грубо говоря, создают, что из чего, при каких усилиях, усилив получается. Вот. И теперь существует такая запись в этой системе. Каждый может у себя построить 3D-принтер, либо улучшить производственную тепочку, либо вообще ее переделать под другой, допустим, по строительству домов, допустим, принтер построить такой. Вот. И все данные человечества хранятся... О, трансформация ресурсов и экономики вообще человечества хранятся в этой системе с открытым кодом. То есть, кстати, что вообще такое образование? Нас учат в основном наборы рецептов, да, или вот этих же алгоритмов, того, как, грубо говоря, из одного числа получить другое число, там, и так далее, да. То есть, если мы говорим о математике, или если мы говорим, там, не знаю, о каком-то инженерном деле, как раз это вот непосредственно, это оно и есть, да. То есть, здесь просто появится такая интересная возможность, что можно информацию представить настолько простой и настолько, скажем так, доступной, что самый маленький ребенок, который такой вообще есть, если он, там, не знаю, он может вообще даже учиться в этой штуке, читать, писать и так далее, да, то есть вообще все изучать через это и тут же приступать к практике. Да, к примеру, я недавно пересмотрел все серии How is Made, и когда ко мне пришло понимание, как сделаны вообще все вещи у меня окружающие, мир прям изменился. Ну, то есть, до этого я жил, как в каком-то королевстве, которое вот непонятно, откуда что берется, непонятно, как оно там, дракон какой-то его выклюнул, там, или что случилось. Вот. А когда есть такое понимание, я теперь могу и производить чего-либо новое, либо такое же, что у меня есть. То есть, степень понимания мира мной возросла в разы. Вот. А если все это будет в одной системе, и причем там будут не только вещи, но еще и системы обучения, там, системы... Ну, вокруг каждой производственной цепочки и будут примеры, например, видео, как это было делалось ранее. Вокруг каждого ресурса, опять же, все список всех производственных цепочек, которые были ранее использованы для того, чтобы это сделать, и вокруг, опять, для каждой производственной цепочки видео. То есть, для всего можно давать тут же ссылки на Википедию, там, какую-либо информацию на YouTube и так далее. То есть, потом просто эта система начнет в себя впитывать все эти системы Википедию, YouTube и поисковик Google и так далее. По сути, в итоге получится, что она единственная останется из всего того, что реально будет нужно людям. Потому что это намного эффективнее, когда есть одна единая система, допустим, она будет централизована. Тем не менее, если у тебя есть всего один интерфейс с всей информацией, которая накопила человечество о планете и том, что происходит сейчас и будет происходить в будущем, конечно, это намного эффективнее, чем делать огромное количество разрозненных систем, которые каждая всего лишь... Которую каждый дублирует определенный общий функционал, но в итоге пользователь теряет еще больше времени на то, чтобы выбирать между этими теперь системами. Потому что в этом плане конкуренция, она неэффективна, в том плане, что она тратит впустую время, а в итоге получается, что некоторые продукты, если бы они разрабатывались совместно двумя крутыми командами, грубо говоря, там, например, сделать один-единственный телефон, самый лучший, который только можно сделать, утильными всей планеты, и просто сделать таких 7 миллиардов, чтобы у всех было или столько, сколько нужно реально людям, потому что, может быть, есть люди, которым не надо это, и так далее. Это все будет способствовать объединению за счет того, что будут появляться вот эти вот открытые, скажем так, блюпринты, вот эти чертежи того, как что-либо делать. То есть, не только открытые исходные коды, но и открытые инструкции. С этим-то можно согласиться. Я имею в виду, что, ну, если человек, например, значит, если есть производственная цепочка, кто-то будет должен выполнять работу. Если это все встроено в данную систему, то у людей, я боюсь, что у них даже времени не хватит, потому что это же все как бы экстра идет, то есть человек работает, где-то там содержит, вырементированную данную систему, значит, он зарабатывает деньги. Соответственно, он видит эту производственную цепочку, видит эту новую какую-то экономику, ему придется где-то найти дополнительное время, чтобы, значит, участвовать в данной производственной цепочке, насколько я понимаю. Подожди, нет, здесь, скажем так, здесь может получиться так, что руководители той компании, в которой работает человек, скажут, надо обязательно использовать эту штуку, потому что она удобнее, это первое. Во-вторых, она должна быть настолько простой, настолько предельно понятной, чтобы ее мог понять любой ребенок, и чтобы начать участвовать там, нужно буквально несколько секунд, и не более. Не нужно изучать ее всю, чтобы принять участие в производственной цепочке. Не нужно изучать ее всю, чтобы из нее получить информацию о конкретном ресурсе, или о том, как устроена вся экономика. Там на каждом уровне будут упрощения, то есть, например, можно будет посмотреть, что вообще на планете происходит. По сути, если в целом смотреть, у нас всего лишь есть одна большая планета Земля, один большой шарик, и все, что происходит во времени, это переход его из одной состояния в другое. Но, чтобы определить, что такое этот переход, нужно смотреть детали, какие именно человечки поменяли свое положение относительно планеты Земля, или куда какие ресурсы передвинулись, переехались, или где, что там расплавили, или что переплавили, и так далее, трансформировали. Вот эти все детали, их можно будет получить, но в целом можно туда даже не смотреть. И так понятно, что у нас есть планета Земля. То есть, если просто человек хочет увидеть общие цифры, например, текущее население, текущее количество энергии запасаемой, текущее там, я не знаю, количество проблем решенных, нерешенных, текущее количество производственных цепочек и так далее, текущее количество ресурсов в такой форме или в другой форме. Или общая карта того, сколько у нас есть такого-то металла, другого металла, там столько-то древесины и так далее. Ну да, еще вот по поводу того, что будет ли людям сложно, Артем, тех посторонних будет, кстати. Да, да, я занимаюсь, да. Аскуришься или что-то. Вот, в общем, по поводу того, что... Нет, 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 нет. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Да? Ох, его. О, никто не сказал, но мы решили проблему. Короче, ладно. В общем, по поводу удобности. То есть, до этого, сейчас, как это все делается? По факту... Что? Прошу, прими его. Прошу, сама. Я бы, конечно, такого не потерпел. А, какой-нибудь я слышал. Короче, это... Это, видимо, Николай, что ты там говорит? Можно микрофон выключить, Николай, если ничего не говоришь. Я... 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 Я не могу выключить, просто. Я... С телефона сижу. Извини, я... Выключили. Так, короче, почему это будет удобно? Потому что теперь, проработав на тракторе, ты получаешь не 20 тысяч рублей, а несколько тонн муки, которую можно продать за миллион рублей. Вот чем это удобно. Это рационально. Потому что до этого, ну, как сейчас это делается, то есть, какой-то человек должен рисковать своими деньгами, причем, хотеть себе еще в 10 раз больше за этот риск. Вот. И в итоге, фактически, реализация, которые никто ничего не получает. Вот. И... А почему заинтересованность? Просто потому что это рационально. Потому что рациональнее работать месяц в год, чем работать целый год без конца и края и тратить на это все свое свободное время. Система сама... Ну, как бы, вот это вот не очень идеализировано. Потому что, ну, как мы понимаем, если это все в нашей системе, при существующих, там, ну, при государстве, да, которому надо налог отплатить с каждой произведенной, с каждого произведенного килограмма луки, например. Подожди, подожди, подожди. Налоги платятся с продажи. Если продажи нет, то нет налогов. Если те ребята, которые занимаются с производством, организовали кооператив, и просто под вот это производство они сказали, что мне столько-то процентов, тебе только столько-то процентов, то они все получили столько-то муки. Но с этого момента ничего не плачут. Но если кто-то из них захочет эту муку не, грубо говоря, съесть, а продать, то вот тогда он платит налоги. И это его собственная проблема. То есть система этим не будет заниматься напрямую, но, возможно, потом добавится модуль или плагин к этой системе, который будет решать и эту проблему. Прикольно еще то, что это, в принципе, невозможно никак отследить. Почему, допустим, кооперативы не облагаются налогами, потому что это невозможно вычислить вообще никак. То есть, к примеру... Ну, при наличии такой системы это будет возможно вычислить? Да, ну, к примеру, в семье, классической, мама, папа, там, ребенок, то есть нельзя взять налоги с того, что мама, папа передает роль за столом. Вот. А если все они существуют в денежной системе, то один платит налог с передачи соли и так далее и тому подобное. То есть, сейчас же группа, то есть, как пашется поле, как производится хлеб. Одни из трактористы, у которых фирма трактористов, других есть трактора в лизинге, поля предоставляются в аренду, солярка продается, то есть хлеб печется на отдельной пекарне, мука делается, отдельным мельником, производство булочек, оно тоже все отдельно. И на каждом производстве люди перепродавают друг другу за деньги платят налог. То есть, все стремятся к геометрической прогрессии налога. И как бы это абсолютно бесполково. А если вся экономика лакральна, взрослеплена, то есть они производят сегодня хлеб, меняют его через 10 таких взаимосвязей себе на айфон каждый год, то налоги на такие не платят. вот, кстати, еще на тему денег, да, вот надо понимать, откуда деньги берутся, когда, то есть деньги, сейчас в данный момент, это долги, то есть обещание человека вернуть эти деньги плюс процент. И вот помимо налогов с нас еще и вот эти проценты собирают центральные банки, плюс дополнительные посредники, нахлебники, обычные банки, да, когда нам дают что-то в кредит. Вот, если по такой системе, как мы предлагаем, будет организовано поселение, для них деньги будут, скажем так, всего лишь мгновенным способом, то есть всего лишь промежуточным звеном в бартере, то есть не потребуется обязательно так сильно полагаться на деньги. И то есть они могут просто сделать кому-то что-то полезное, им дали деньги, и они тут же эти деньги поменяли на что-то другое, то есть деньги не задерживаются, не являются накоплением капитала, являются всего лишь промежуточным средством, временным. И если так будет действовать каждое поселение, каждая организация, каждая команда, каждый конкретный человек, то в итоге рано или поздно все выйдет на то, что деньги вообще не будут никому нужны, потому что они просто могут там, я не знаю, по дружбе друг друг что-то делать, бесплатно, а кто-то может просто говорить, так вот у нас простаивают трактора, пять штук, давайте мы вам просто их дадим, вы ими попользуйтесь, а мы, грубо говоря, заберем их в следующем году, когда они вам очень понадобятся, вот, а вы в этот, а у вас мы в этот момент возьмем вот это, то, что у вас другое простаивает, там, например, какие-нибудь станки и так далее, у нас ребята никогда не пробовали такие станки, очень,